На какие вопросы в первую очередь нужно ответить? В первую очередь вопрос это где с точки зрения топики ребенка нужно делать массаж. Вы когда-нибудь изучали как делается массаж, извините, что я к вам спиной, новорожденным детям? Какой массаж делают? Общий, совершенно верно. А ребенок развивается, принцип развития ребенка, знаете же все, мы развиваемся сверху вниз и от центра к периферии. Если так, я плохой художник, условно нарисовать здесь ребенка, то развитие происходит вот так. И понятно, что вы все знаете, что развитие происходит так, последовательно. Перевороты спины на живот, потом встали на четвереньки, сели, стали подниматься и пошли. И вот тогда у меня возникает логичный вопрос. Если развитие происходит постепенно, то зачем нужно делать общий массаж ребенку, которому три месяца? Ну смотрите, да, эта логика общения получается тогда такой. Для того, чтобы перевернуться, нужно обладать определенными навыками, использовать определенные части тела. Точно не стопа. Зачем ее массировать? Точно не колено. Мы, в общем, подразумеваем, что мы целостные, но когда мы идем есть, мы что делаем перед едой? А почему только руки-то? Они целиком души, если мы целостные. А моем только руки. Считается, что этого достаточно для того, чтобы выполнить это определенное действие. Вот точно так же и с ребенком. Для того, чтобы выполнить определенное действие, нужно включать определенные группы мышц, не больше. Если вы включаете больше, то вы тратите дополнительную энергию. И я думаю, что вы все, в той или иной степени, никогда не сталкивались с этой ситуацией, когда вы выполняете новое, неизвестное вам действие и включаете мышц больше, чем нужно, делаете лишние движения. Вспомните людей, которые первый раз стоят на коньки. Это напряженные, скованные, ничего не работает, включено больше, чем нужно. Поэтому, если вы хотите у ребенка актуализировать те зоны, которые ему нужны для выполнения данного действия, то в моем представлении и массаж нужно делать именно там, и именно так, как выполняется это действие. Например, если ребенок учится ползать, то массаж, ну как вы думаете, в каком положении нужно выполнять массаж ребенку? Когда он обучается навыку ползания? На четвереньках. В каком процессе? Да, вот я вам сказал, да, вопрос, на который нужно ответить, где, как делать, получается такой, ГКЧП. Где? Как делать? Что делать? На полу, и делать, как потом ползать. И вообще, да, почему и нужно ли делать причину тому, что мы делаем. Где? Это с точки зрения топика ребенка и местного положения ребенка. Если он ползает, учится на четвереньках ходить, то нужно выполнять массаж на четвереньках в процессе ползания. Это может быть массажный стол? Нет. Значит, прекрасная картинка, которую вы себе представляете. Ползет ребенок, и за ним ползет массажист. А теперь скажите, вы такую картинку кто-нибудь видел? Нет. У те родители, которые со мной, ко мне обращаются, они видели такую картинку, что ползет ребенок, а за ним еще такой большой странный дядька, который за ним заползает под стол и ползает по всей квартире. И вот это на самом деле нормально. И тогда вы можете актуализировать, стимулировать, расслаблять, создавать дополнительные ощущения именно в тех местах, которые ребенку сейчас важны. Не дотягивать ногу, создать сопротивление. Не выносит ногу, помочь это сделать опять с сопротивлением. Еще разные способы есть для этого. Поэтому, когда вы решаете про то, нужно делать массаж или нет, и вы выбираете массажиста, ну, в моем представлении, нужно эти картинки в голове держать. Потом вы еще, ну, это такие общие фразы, которые сейчас обсудим, а дальше в этой парадигме я вам расскажу вообще, как делать массаж. Время удержания взрослого человека, внимание, как вы думаете, сколько? 20 минут. Массаж новорожденному делается сколько? 20. 10. 5, 10, 10. У кого есть дети? 15 минут. Нанимали массажистов? Да. Сколько делали массаж массажисты? У нас вообще там было много ступенчек, потом она еще и упала, поэтому у нас вообще служба, получается, не поделала. Она, сколько у вас находилось? Смотрите, один час. А на сколько у вас в доме находилось? Ну, вот это час вообще. Вот, вот это час, да? Время удержания взрослого человека, там, 25-30 минут, да? Взрослого. Вас и меня. Маму сказал, мало. Удержание, внимание. А ребенку новорожденному, который час, и при этом у него нет возможности отыгнорировать, к нему пристают. Да? Значит, он должен находиться во внимании, и это еще и новизна. А теперь представь, что происходит с мозгом ребенка в этот момент. А где-то минут через 10 ребенок говорит, ну, это за предел, и я начинаю игнорировать все это действие. И вот вообще шли бы вы уже куда-нибудь со своим массажем, со своей активацией, со своей стимуляцией и побыстрее. И еще это массаж номером 10. И так 10 дней подряд. Значит, что вы приучаете делать ребенка таким способом? Игнорировать. Поэтому очень часто я слышу такие истории. Первые три массажа это был ОР. То есть ребенок еще не научился игнорировать. Четвертый, пятый, в конце вообще просто лежал и смотрел. И понятно, что в этот момент, когда проходят эти 10 минут, ребенок научается игнорировать и говорит, да хоть обделайтесь. Вот что угодно, где угодно, как угодно. В данном случае вот эти вещи тоже запомните. Потому что это такие шибки, которые у меня в голове не укладываются. Я не понимаю, как так можно делать. А самое главное, зачем? И вот этот грустный вопрос. Тут как и зачем, нежно скажу. Нужно решить. Теперь давайте посмотрим, как развивается ребенок. Сейчас мы нарисуем такого человека некрасивого. Хорошо. Он мешает только. Есть ось. В общем, простройка этой осью ребенок занимается первые три месяца. Это все, что касается нашего здоровья вегетатики, ритмы, пищеварения, дыхания, сердцебиения. Все это он автоматизирует. И в принципе до трех месяцев к ребенку приставать нельзя вообще, если нет прямых медицинских показаний. Если ребенок здоров, до трех месяцев никого, кроме родных, к ребенку подпускать нельзя. Он занят выстраиванием всех внутренних процессов. Плюс-минус три месяца, и тогда можно начать говорить о массаже. И вы наверняка слышали, да, такое, что массаж назначается так, три, шесть, девять и в жизнь. Дальше уже что-то сам умеет. До трех месяцев, в принципе, никого подпускать нельзя. Грудничковое плавание. А что вы хотите добиться? Что нужно? Давайте еще одно парадигм. Вот здесь я внизу нарисую. Для того, чтобы вообще понять, что нужно делать, нужно понять, где вы. Или ребенок в данном случае. Ну, вы как с ребенком, как симбиоз. Вы единое целое. И что вы хотите получить? Это должно быть две точки. Очень четко, понимаемые. Где я нахожусь, куда я хочу прийти. И тогда выстраивается, а что мне делать? Могут быть разные пути к тому, чтобы добиться. Хотите плаванием, хотите сном, хотите чтением книг. Нужно понять, куда вы хотите дойти. Вот куда хочу прийти, это кто решает? Родители. А где вы кто? Малыш показывает, что он здесь. А кто решает, что он здесь? Специалист. Ну, если вы специалист, и вы можете достаточно конкретно оценить, да, что у ребенка не хватает, в чем проблема, повышен, понижен тонус, какие моторные навыки не сформированы, что нужно сделать для того, чтобы ребенок продвинулся дальше, то, в принципе, здесь можно написать и родитель. В моем случае, да, это вот так. И вот здесь вот написано. У меня, это конкретно в моем случае, не делать массаж. У меня пятеро детей, ну, трое из них, которых я с маленького возраста, ни один из них, при том, что я умею делать массаж сам, не получил ни то, что одного курса, ни одного сеанса массажа. Вот в чистом виде, как это называется, массаж. Гимнастика, специальные вещи, туда игрушку положил, сюда задвинул, здесь положил, здесь коленочкой придавил, все это было. Поэтому в данном случае, в моем представлении, массаж – это некоторое сочетание некоторых манипуляций руками, если хотите, и активных действий ребенка и гимнастики. Вот, поэтому, если вы хотите понять, что делать, в данном случае, как вы спрашиваете про плавание, а что вы хотите получить от плавания? Или вообще, что вы хотите получить? Сейчас не говорите развитие. Это в общем. Ну и что? Мало ли кто что рекомендует. Мы очень много полезных вещей, которых мы не делаем. Например, ходить в фитнес-зал. Все рекомендуют. А кто из вас ходит в фитнес-зал? Но это очень полезно. Но мы это не делаем. Вопрос в том, что хотите получить. Когда я говорю, что до трех месяцев нельзя отдавать ребенку в чужие руки, по одной простой причине. Он с вас считывает тонус, он с вас считывает все системы отношений, связи, получение информации, способы, ваши реакции. То есть это получается ваш ребенок. Возвращение в фитнес-зал. Возвращение в фитнес-зал. Конечно, ради бога. Можно делать все, что угодно. Возвращение в фитнес-зал. Возвращение в фитнес-зал. Я говорю, не трогать. Дать ребенку от плавания. Да. Воду в ванной рекомендуется уменьшать температуру. Закаливать. Ну, а когда это... Согреть изнутри. В общем, я не очень уверен, что так можно укреплять иммунитет, находясь в воде. Я рекомендую легче, а, да. Хорошо. Если это с... Понимаете, как ребенок засыпает? Вообще ситуация того, как ребенок уходит в сон. И вообще наша физиология. Вот чем может плавание помочь? Вообще чем могут помочь водные процедуры? И то же самое снижение температуры. Вот контрастные вещи. Теплая, холодная вода. Но прохладная, да, не ледяная. Мы работаем по принципу такому. Максимальное расслабление наступает после максимального напряжения. Чем выше мы получили напряжение, тем сильнее мы расслабились. Поэтому вот так у нас работает физиология. Поэтому если вы ребенка напрягли перед сном, он сначала возбудился, а потом он уходит в расслабление. У него идет отключка. В общем, как и с массажем, который 40 минут. Сначала напрягаюсь, а потом я просто отключаюсь, тушу свет. Поэтому в данном случае вы можете решить эту проблему. И тогда вы понимаете, что здесь вы хотите наладить процессы возбуждения и торможения. Которые у ребенка, в принципе, преобладают процессы возбуждения. А торможения отстают. Поэтому ребенок очень часто зашкаливает. В эмоциональных проявлениях, в реакциях. И вообще все тонические ответы. Но когда ребенок перестает срыгивать? Ну так, плюс-минус. Наверняка же вы слышали. Это вот эти реакции возбуждения и торможения. И вот это вот, когда трех месяцев ребенок это делает. Поэтому ему, в общем, активно что-то добавлять в этот момент не очень рекомендуется. Через три месяца можно говорить о том, что можно уже выполнять какие-то манипуляции и стимулировать ребенка к тому, чтобы он моторно начинал двигаться. Первый, ну такой знаковый момент, это ребенок переворачивается со спины на живот. Редактор субтитров А.Семкин